всем привет сегодня у нас необычная посылка потому что это пришло не с китая а сама зона и немного будет необычная необычная пока распаковка обзор потому что я хочу сегодня планирую рассказать по ценам получилось ли дешевле или не дешевле то есть давайте посмотрим начале посылки я уже раскрыл потому что проверял что есть наличие как бы все ли на месте вот у такая вот улыбка то есть амазоновская коробка заказывал я через посредника новой почты обошлось мне услуги посредничество обошлись мне в 28 долларов 10 центов сейчас мы распакуем все и я заодно буду параллельно показывать товар и рассказывать что почем получилось и вышло ли дешевле мне покупать этот товар на амазоне потому что этот товар можно купить и весь у нас стране кроме кроме вот этих конфет я их нигде не видел вот такие конфеты но сейчас на них подробнее скажем заплатил я 783 копеек 783 гривны 25 копеек это за доставку за услуги посредничество новой почты доставку из америки ну и давайте посмотрим вот такие вот конфеты две упаковки по 6 половиной долларов заплатила за них 13 долларов за обе упаковки откладываем и потом поменяем ракурс коробки вот такая вот пупырка аир тут больше у меня таких уже пупырочек получается вот далее вот такая вот машинка я ее взял за 16 с половиной долларов то есть эта машинка для ход вылсов здесь идет набор на в наборе одна машинка 16 половиной долларов я ее купил а стоит у нас она где-то 1050 гривен то есть недавно были в магазине специально обратил внимание покупали ребенку маленькую такую машинку ходуился и я специально обратил внимание сколько стоит этот который я уже приобрел чтобы сравнить цены ну вот было тысяча там 49 по 1049 что такое но больше 1000 гривен пусть будет берем за цифру 1050 возможно можно найти там за 900 950 но цены будут приблизительно такие то есть я взял за 16 долларов даже с учетом доставки это все ну уже дальше я вам расскажу что почем получается ну и последнее самое важное в этой посылке самая тяжелая это вот такая вот огромная коробка машинок ход вылсов сейчас мы поменяем она вот скреприклеена сейчас мы поменяем вид камеры и продолжим и я все детально расскажу и покажу так продолжим вот эту машину я распаковывать не буду они есть в уверен есть магазинах с игрушками вашего города вы можете ее пойти помацать и так далее я ее покупал на подарок ребенку поэтому распаковывать не буду пусть он сам уже распакует когда получил но видно а товар отличный товар качественный так вот вылс оригинально и можно посмотреть в интернете ролики как это работает все брал специально для того чтобы можно было сюда упаковать несколько машинок и допустим комплектом и и ставить и уже как подставка для машин в планах еще хочу купить большой кейс для машинок потому что у нас уже их много и наверное на этих машинках больше помешан не ребенок а мы с женой поэтому давайте по ценам сориентирую вас сразу то есть за вот эту вот в машину я заплатил 1649 50 штук набор машинок 4199 и того выходит 83 цента за машинку у нас они стоят по 49 гривен за одну машинку то есть я не видел дешевле то есть и говорю поэтому ту цену которую минимальная я встречал по которой мы постоянно у нас покупаем ребенку машинку то есть 49 гривен за одну машинку это выходит один доллар семьдесят пять центов ну по текущему курсу и того получается за 50 машинок мы получаем сумму в размере 87 долларов 50 центов ну и конфетки конфетки по 6 половиной долларов я взял за упаковку и того получается 13 долларов за две упаковки сейчас мы на них более детально посмотрим получается три посылки за все доставку трех посылок новой почте заплатил 28 долларов 10 центов и того добавляем значит каждой позиции по 28 и 10 делим на 3 пусть будет 9 36 9 долларов 36 центов и того мы получаем вот это вот вот эта вот машина нам обошлась 25 85 долларов да то есть 25 долларов почти 26 вот эти машинки у нас получились 51 доллар 35 центов это с учетом доставки и конфетки пусть будет так и получились по получится около 20 до 13 плюс 9 36 ну 21 доллар по конфеткам я не знаю почему их можно у нас купить и можно ли вообще купить вот поэтому вот поэтому их оставляем за ноль как бы да что я купил будто бы здесь за по тем же по той же цене что купил здесь потому что я не знаю где их можно у нас купить так вот получается на вот этой машинке я сэкономил 11 долларов 65 центов это если сравнивать с нашей ценой то есть 1050 гривен разделить на текущий курс вот это выйдет 37 долларов 37 с половиной а у меня получилось 25 долларов 85 центов и того 11 долларов экономии да то есть ну более почти 300 гривен экономии и на вот этих машинках я сэкономил 36 долларов потому что у меня они получились с доставка 51 35 это 1 доллар 2 цента за машинку получается в случае если покупать у нас выходит 1 доллар 75 центов за машинку и того 87 долларов 87 с половиной долларов ну и того я как бы сэкономил 36 долларов с нее и того с этих двух посылок я сэкономил почти 50 долларов 47 долларов то есть ну это отлично специально это вот все подсчеты провел потому что когда я покупил уже amazon кстати в амазоне можно сделать платную доставку там будет 5 10 долларов платная доставка это ускорит доставку по америке но у них есть бесплатная доставка и лучше выбирать ее потому что два три дня роли не играть то есть они либо могут доставить за три дня могут заставить за 7 я вам скажу что я заказал 5 декабря 6 декабря была посылка мне выдали трек-номер и где-то уже 11 декабря уже была посылка у новой почты они мне выслали что уже посылка получена они ее отправляют мне и сегодня у нас 21 декабря то есть я получил довольно быстро все как бы мигом доставили да ну не дешево доставка но все равно это получилось дешевле я сэкономил 50 долларов ну и давайте теперь поближе посмотрим что мы же все таки получили первое кай конфетки конфетки я очень хотел мы часто с друзьями особенно зимними вечерами там в лото собирались играть раньше и сейчас как бы немного на жизнь разбросала это будет повод встретиться с друзьями и немного да поразвлечься получается одну я распакую сейчас чтобы посмотреть что это и как принцип такой то есть есть такая вот рулеточка мы крутим колесико выбирается конфетка конфетки с разными вкусами и вкусные и невкусные и мы выбираем как то есть и чья очередь крутить крутит рулетку выпадает орешек ну конфетка и ты ее пробуешь кушать если друзья когда мы будем это делать если друзья будут не против я постараюсь снять на видео процесс игры весело нам будет или нет вот но это как бы специально повод для того чтобы нам встретиться и и вот так это выглядит конфетки здесь специальным контейнером были закрыты но он выпал и конфетки немножко рассыпались вот выглядит вот так запах обалденный просто обалденный конфетки похоже больше на камушки я у нас таких конфеток не встречал ну как бы подобные есть маленькие но они как на кристаллики похоже леденцы наверное вот и и рулеточка рулеточка вытягивается небольшая вот такая вот она с ножом с анрену для вида батарейка то есть ну она как батарейка вот крутим и выпала вот такая вот у нас дэд фиш мертвая рыба нет что-то название интересная поэтому не охота мне ее кушать давайте еще раз махнем вот спойлэт милк то есть испорченное молоко что ли ну давайте попробуем вот она беленькая жвачка реально вкус испорченого молока бомба простите за мой смех реально вкус молока конфета со вкусом молока это бомба я постараюсь выговорить друзей реально постараюсь выговорить друзей чтобы мы вместе провели нет а ну все давайте я доем сейчас молоко это испорченное или выплюнуть его но надеюсь я не отравлюсь пойму что реально вкус испорченного молока ну и так закрываем ну все таки сладенько молоко славя в конце она была сладенько уже на вкус и можно его кушать вот вкусы тут интересные есть как бы я rotten egg то что-то яйцо то есть наверное испорченное яйцо бугер не знаю что то есть половину названий я не знаю барв вот но в любом случае ссылка будет в описании вы можете посмотреть и попробовать да надо было записывать лицо моё когда я ел это молоко оставлю все-таки попробую говорить друзей чтобы заснять это все на видео как мы будем это все писать машинка машинка здесь у нас вот такая ну я даже не знаю посмотрю если возможно ее открыть давайте я ее все-таки открою и потом закрою это нас сложно здесь вот так загнуто то есть сложно упаковано я боюсь что я не смогу потом так красиво запаковать поэтому тройте не буду повторюсь в магазинах вашего города уверенно на есть вы можете пойти на нее посмотреть вот и давайте же наши машинки теперь посмотрим возраст 3 плюс вот так в коробке тадам 50 автомобилей из hot wheels ух ты ух ты давайте все будем распаковывать и посмотрим на все вот так вот они выглядят распаковывать их из коробочек я не буду потому что это будет непрезентабельно для подарок нам больше нравится вот субмарина автомобиль субмарина hot wheels ну машинки действительно они отличного качества у меня мы купили уже женой ребенку очень много машинок они все целые есть даже одну машинку нашли не свойственную hot wheels у мы очень удивились когда ее нашли с открывающейся дверью одна задняя дверь у моего автомобиля была открывающейся ухты машинка бутылка такая то есть вот такая вот большие с большими колесами круто давно я хотел купить этот набор но все никак не мог решиться вот машинка бэтмена есть смотрите с автоматом машинка гоночная саммит вот такая вот красивая самолет мы кстати купили уже один вертолет у нас в магазине нашли вертолет вот но вертолет это еще куда не шло вот открытая дверь это я встречал впервые ну возможно конечно тех кто давно увлекается вот вот такие вот две может они уже видели с открытыми дверями но я никогда раньше не видел с открытыми дверями вот так вот эти вещи вот такая вот кости какие-то такое типа лицо черепа с носом длинным вот такая вот космическая с гаечным ключом смотрите гаечный ключ она сделана типа в виде гаечного ключа вот интересно такую еще тоже не видел но мы в магазине особенно не рассматривали мы какое первое увидели какую-нибудь интересную и сразу ее покупаем потому что если долго рассматривать ты уже там залипнешь в этом магазине надолго и не сможешь определиться какую же все-таки взять пикапе к два вот таких вот интересных есть вот такой вот грузовичок грузовичок мы уже покупали такой но другого цвета недавно буквально купили вот как раз тогда когда я осмотрел цену на большого автомобиля вот такой вот ретро есть автомобиль такой мексиканский по моему такой расклад как раз у него не знаю вот по моему мнению вот еще три такой тоже вот из гонок на выживание или как не знаю колеса у него такие красивые желтые с желтым вот такие вот гоночная здесь вот внутри можно пассажира посадить или что-нибудь запихать туда пластилина какого-нибудь вот такая вот гоночная интересная очень с пластиковой прозрачной крыши вот далее и они не заканчиваются и это очень-очень круто кстати вот эта вот машинка была и мы хотели ее купить недавно то есть мы так переглянули с женой вот получается с лего можно всегда солдатика запихнуть или не знаю в общем ну вот такая вот пушка машинка пушка вот такие вот пока из того что я вижу пока у нас повторяющиеся только один вот этот камаз или как его там назвать то есть одна грузовая машина у нас такая только она другого цвета поэтому это отлично вот подарки эти машинки конечно большую машину подарим наверное на новый год а маленькие машинки конечно будем выдавать за хорошее поведение вот такая вот истребитель машинка вот как птичка надеюсь хорошо видно вот такая вот зелененькая маленькая минивэнчик такой гоночная маленький маленькая гоночная вот такой вот для сафари автомобиль джипик для сафари или нет это по пустыням ездить наверное да ну или для сафари или по пустыням гонять далее вот открытый верх вот это вот на бмв похоже по стилю такому боковому такой но спорить конечно не буду может и не и не с нее вот этот типа porsche наверное что-то хотя я не настолько в автомобилях разбираюсь поэтому могу ошибаться вот так и мы еще не можем никак закончить у меня уже здесь давайте поднимем вверх вот они вот такая вот гора получается и они еще в коробке не заканчивается очень компактно я не знаю сколько мы будем выдавать но в принципе тут можно выдавать и по одной машинке в день провел в день хорошо выдали машинку но все-таки коробка нужна будет я видел там такая есть типа портфеля с двух сторон по моему на 100 машинок передвижной то есть выдвигается ручка как кейс как чемодан для путешествия только небольшой и для этих машинок и машинки ты вставь вставляются и закрывается решеточка или что-то подобное этого ну тоже добавлю ссылку в описании и так три черных такой этот черный с синими такими оттенками но очень круто вот такой с черепушкой наверху автомобиль буст бригад вот далее уже буду ложить сюда потому что там уже будет все рушится вот такая вот желтенькая машинка ого вот таких больших еще не было у нас точно ни одной такой нету вот класс вот такой вот автомобиль странный немного типа парового с паровым двигателем или я не знаю а это как с металлическая штука как знаете в аттракционы которые детские с ездить да и вот здесь нарисован аттракцион да то есть это с аттракционы электронные но электрические машинки вот это в 911 porsche получается да да и значок porsche круто тут интересно есть ну какая-то маркировка есть у них конечно но а porsche не 911 934 turbo rsr снизу у всех машинок есть надписи fiat 500 я кстати и не знал вот теперь хоть буду знать где смотреть как эта машинка называется и проверить себя чтобы и так у нас давайте уберем отсюда потому что здесь еще много машинок вот целый ряд вот еще три машинки nissan mustang mustang тоже симпатичный и corvette класс кто тут у нас дальше трек рипер вот такой вот гольф мк 7 volkswagen corvette c7 206 porsche porsche 911 gt3 rs вот они кстати где я делал того porsche а давайте мы сравним они очень похожи но разные у них вот эти как их спойлеры ну да они как бы есть что-то общее но они как оказалось вообще разные вот но интересно вот ну и последнего 4 машинки вот такая вот большая аэропорт крутой 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 автомобилец вот и мотоцикл недавно буквально тоже недавно были когда были вот магазине последний раз купили вот такой вот мотоцикл потому что тоже не видели раньше мотоциклов и купили потому что ну реально я не сталкивался хот-вилсами с мотоциклами вот теперь у нас будет два мотоцикла или может этот кому-то подарим из друзей ребенка вот ну и последний вот такой вот пурфект спит причем не перфект а пурфект пуррфект то есть пур бедный получается пурфект спит или как то так ну вот стрит бист 210 в общем блин ну очень круто очень крутые автомобили хот-вилсы я очень доволен покупкой доволен тем что все таки я посчитал мы с женой считали что вроде бы учитывая стоимость доставку выходила как бы на наш взгляд то на то и выходит что у нас покупать и мы так немного расстроились но я потом прикинул и только на тысячи гривен на только большом автомобиле я понял что все таки у нас мы выгоднее купили эту посылку ну и получается я уже все озвучил вы оценить масштабность всего действия я вот их выложил вот такая вот стопка получается этих автомобилей ну реально бомба и я наверное счастлив больше чем будет счастлив мой ребенок мне понравилось как бы мой опыт покупки на амазоне и буду как бы да сотрудничество с новой почты в любом случае уже посчитал и убедился в том что все таки за покупать на амазоне выходит дешевле чем у нас некоторые товары я не скажу обо всех потому что есть много товаров которые там покупать дороже чем у нас вот но вот допустим эти машинки конкретно на примере машинок действительно выгоднее покупать на амазоне если конечно вы покупаете если вы покупаете одну машинку да там или две машинки то конечно у нас выйдет дешевле купить потому что доставка но если вы покупаете вот таким вот паком как покупаю я покупал да то есть у меня вышло там на 70 долларов заказ в общем общая посылка вышла в 100 долларов получилось реально у нас бы это бы обошлось в 150 долларов вот на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок и и и и и и